Самарские спортсмены все громче заявляют о себе в последнее время на международной арене. А что будет завтра? Есть ли серьезные основания говорить о том, что придут еще победы на Олимпиадах? Сегодня речь пойдет об Олимпийском резерве. Олимпийский год для нашей Самарской области является очень богатым своими победами и медалями. Я думаю, что это не случайно, так как система подготовки Олимпийского резерва, представленная в системе наших спортивных школ, в системе образования, заслуживает большого внимания. И сегодня подготовка спортивного резерва серьезно готовится в различных школах. Так виды единоборств готовятся в школах и города Самара, Тольятти и Кенеля. Легкоатлетические школы представлены в Самаре, в Нефтеборске и Тольятти. Баскетбольные, волейбольные, гандбольные школы у нас представлены почти во всех городах. И мы можем надеяться, что результаты этих детей, которые сейчас являются многими членами юношеских команд сборных России по этим видам спорта, что они могут нам принести определенные хорошие результаты в следующие Олимпийские годы. Кроме традиционных Олимпийских видов, мы, конечно, можем и отметить нетрадиционные виды для массовой физической культуры, такие как акробатический рок-н-ролл, различные виды аэробики, которые мы видим в детских спортивных школах, 14, 3, 5 города Самара, видим в Тольяттинских школах, Сызранских школах. Конечно, приоритет образовательной политики в направлении спорта заслуживает особого внимания. И нужно сказать, что в сегодняшний день, когда нехватка средств на многие мероприятия позволяет нам все-таки сохранить сильные кадры, квалифицированные кадры, сохранить ту сеть детских спортивных школ и даже их расширять в последнее время. Этот человек, Давид Рудман, которого мы снимали в Олимпийской Атланте, легенда самарского спорта. Вместе с Алексеем Шором, еще одним нашим земляком, известным самбистом, они в далеком 1973 году стали победителями первого мирового чемпионата по самбо в Тегеране. А начинали и Шор, и Рудман заниматься у одного тренера, Николая Федоровича Петрова, в тесном, душном спортзале «Динамо» на Пионерской улице областного центра. А вот в этом, современном «Динамовском» зале тренировалось следующее поколение самарских борцов. Юрий Круглов, Хабиль Бекташев, Сергей Косоротов. Чемпионы мира, Европы, России. И все они – воспитанники самарской детско-юношеской спортивной школы номер 14. Одной из лучших среди 44 дюзш области. Наша спортивная школа культивирует три вида спорта. Это борьба самбо и дзюдо, шахматы и первый год спортивный рок-н-ролл. Но профилирующий вид спорта – это дзюдо. Здесь у нас очень квалифицированные тренерские кадры. Три тренера заслуженных России, один заслуженный Советского Союза. Значит, у нас девять членов сборной страны на этом отделении. Мы, конечно, планируем в дальнейшем добиться более успешных результатов. Конечно, все нацелено на подготовку олимпийцев. Как вам удается выжить вот в таких, прямо скажем, непростых финансовых условиях? У нас очень хорошее взаимоотношение с Самарским районом. Заведующее отделение поддерживает спортивную школу и вообще развитие спорта в районе. Вот сейчас очень много говорят о том, что некуда ребятам, девчонкам и мальчишкам попасть в детскую спортивную школу. А как можно попасть к вам? Для всех двери нашей школы открыты. Мы принимаем с семи лет и старше, на все три отделения. Занятия у нас проводятся бесплатно. Бесплатно. Чемпионки страны подзюдо. Александра Дурнова и Олеси Яшина. Елена Савинова и Татьяна Кузьмина. А вот этих, совсем юных борцов, тренирует Вячеслав Архипов. Также один из самых авторитетных тренеров борьбы в стране. Они еще делают только первые шаги в спорте. Но мы уверены, что такой сплоченный и опытный тренерский коллектив позволит им достичь Олимпийского пьедестала. Вот на вашем счету уже немало чемпионов мира, подготовленных чемпионов Европы. Можно ли сказать, что тренер Петров уже выполнил свою тренерскую программу? Ну, каждый тренер считает, что он еще не исчерпал себя. И задачу у каждого тренера своей. У меня также есть мысль, есть цель, которой я уже много лет в протяжении стремлюсь. Это чтобы мой воспитанник был участником Олимпийских игр. А теперь из борцовского ковра перенесемся в другой спортивный зал, где тренируются воспитанники ДЮС-14. В зал школы номер 31, что на площади революции областного центра. Вы никогда не видели спортивный рок-н-ролл? Вот эти ребята первые в области решили освоить новый вид спорта. Нет, не бальные танцы. И не танцы на паркете. А именно спортивный рок-н-ролл, по которому проводятся чемпионаты мира. И, судя по всему, они скоро будут включены в Олимпийскую программу. Наталья Авдонина – единственный в области специалист, которая решила посвятить себя новому виду спорта. А то, что это спорт, сомнений не вызывает. Вы видите кадры с участием сильнейших спортсменов мира. Очень может быть, что пройдет год-два, и воспитанники Самарской ДЮС-14 громко заявят о себе на международной арене. Лично у нас сомнений не возникает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вы представляете себе будущего рок-н-ролла в Самаре? Так как рок-н-ролл – новый вид спорта у нас в области, и инициатором возникновения является директор нашей спортивной школы, номер 14, Галина Ивановна Жаркова. И она прикладывала титанические усилия для развития, чтобы найти педагогов, чтобы организовать какую-то базу, чтобы арендовать помещение. Естественно, это не лично она, это делает комитет народного образования, отдел народного образования Самарского района, областная детско-юношеская спортивная школа. Для того, чтобы… Потому что, ну, это сложно, это требует затрат, а для развития такого молодежного вида спорта, веселого, интересного, задорного, требуется усилие не одного человека, а многих людей. Легкую атлетику по праву называют королевой спорта. Хотя бы потому, что греческие олимпиады начинались с бега, прыжков и метаний. Мне знакомо это чувство, чувство пружинистого бега по дорожке стадиона. И я искренне завидую воспитанникам еще одной самарской детско-юношеской спортивной школы номер 2, которая имеет такие прекрасные условия для тренировок – легкоатлетический манеж. В нынешнем году «Дюж-2» исполняется полвека. Со многими ее известными воспитанниками мне посчастливилось выступать на беговой дорожке. Ну, и на протяжении многих лет мы готовим, в общем-то, чемпионов и победителей, призеров, первенств всероссийских и всесоюзных соревнований раньше. А вот если вспомнить историю, кто из известных легкоатлетов закончил вашу школу? Из известных, ну, самая, может быть, у нас примечательная личность – это Светлана Мельникова, участница Олимпийских игр. Маша, а о чем ты мечтаешь? Я хочу стать тренером, как мои родители. И у меня заветное желание быть участницей Олимпийских игр. Ну, что ж, как видите, у нас в области достаточно прочный фундамент для воспитания будущих Олимпийских чемпионов. Известного в стране специалиста по горнолыжному спорту интересовали Жигулевские горы. Нет, не ныне действующие в Соколях горах спортивные базы, а те места, где можно было открыть настоящий горнолыжный курорт, соответствующий самому высокому международному уровню. И такое место Леонид Тягачев выбрал. Именно там, где Репин рисовал с натуры волжских бурлаков – старинное русское село Ширяево. Ширяево, я думаю, что заслуживает внимания, и не зря мы с вами здесь остановились и рассматриваем возможность развития горнолыжного туризма в России-в Самаре. Поскольку сейчас это модно, сейчас это необходимо для оздоровления и, в принципе, для большого спорта. Ну, как вы считаете, реально в Жигулевских горах построить действительно горнолыжную трассу, курорт действительно мирового, скажем, уровня? Я бы ответил вам так. Если реально в Подмосковье, в Москве, в Санкт-Петербурге и под Санкт-Петербургом иметь горнолыжные спуски, которые на сегодняшний день 300-350 метров по длине спуска, плюс насыпные горы до километра, то здесь естество гор говорит за то, что Самара и Жигулевские горы имеют спуски от 1000 метров до 3000 метров. То есть это говорит о том, что здесь и мне бы хотелось развивать не только спорт, а в первую очередь массовое оздоровление всех наших людей, поскольку Европой доказано, что горнолыжный спорт, туризм приносит большое удовлетворение для всех жителей. И сейчас нам необходимо как раз делать то, чтобы большую массовость проявить в этом деле, и чтобы туризм, и летний туризм в Самарской области, и зимний туризм, как горные лыжи, сноуборд, лыжные гонки и другие виды помогли нам охватить все население, для того, чтобы мы с вами могли и жить хорошо, спортом заниматься хорошо и работать хорошо. У специалистов туризма и спорта губерния давно зрела идея превратить Жигулевские горы в высококлассный курорт, где был бы место всем, и лыжникам, и, возможно, даже любителям спортивной рыбалки. Благо Леонид Тягачев сам получил колоссальное удовольствие и от волжской рыбалки, и, конечно же, от стерляжей ухи. Большие поступления. Я привожу часто пример, что горнолыжный туризм в Австрии приносит от 16 миллиардов долларов в год. И если Самара будет зарабатывать 2 миллиарда долларов за счет горнолыжного туризма, то все это окупаемо. Это, я говорю официально, поэтому нашему народу, нашим бабушкам, дедушкам нечего бояться, что мы построим, и все это только для богатых, а не для их детей и внучат. Именно вот то, что если будет развиваться туризм, то слабо имущие и дети не так, скажем, из обеспеченных семей получат возможность бесплатно кататься, бесплатно получать горнолыжный инвентарь. И в этом-то и есть то, чтобы подтянуть все слои нашего населения. Нет, очень важно, это актуально. И моя задача, как руководитель российского спорта, еще уметь зарабатывать для России деньги. Итак, надеемся, что прекрасная идея превратить знаменитые «Жигули» в суперсовременный горнолыжный курорт взбудется. И первую руку протянут местные бизнесмены, готовые вложить немалые средства. Село Ширяево, сердце «Жигулей» возможно скоро так и будут именовать в туристских и спортивных справочниках. Волжская Швейцария. Развитие Европы. Маленькая Швейцария застроена горнолыжными трассами, гостиницами, всеми возможными условиями для хорошего отдыха. То же самое в Австрии, в Италии. Когда земли нет, и все делается. А у нас земли много. Спортсмены-профессионалы – редкие гости в школах губернии. Баскетболисты Самары решили нарушить эту печальную традицию и сами пришли в гости к юным спортсменам специальной школы-интерната номер 4 для глухих детей. Поводом стал грядущий юбилей школы, одной из самых спортивных в областном центре. Главный тренер команды мастеров Борис Соколовский вместе с капитаном Владимиром Анциферовым и Олегом Киселевым вручили юным спортсменам набор мячей для игровых видов спорта. А менеджер клуба Василий Шпак – бесплатные приглашения и билеты на баскетбольные матчи. Завершилась встреча, как и полагается, показательным уроком в школьном спортзале. Очень понравилось. Большое спасибо всем, кто задействован в этом. Сами ребята, баскетболисты, управление вашего клуба Самара. Большое вам всем спасибо. Этим детям, которые что-то недополучают в жизни, очень важно раскрыть свой мир, выйти из этой изоляции. И думаю, что посещение баскетбольных матчей для них как раз будет этим новым шагом в новое мировоззрение. Отныне встречи баскетболистов Самары с юными спортсменами станут традиционными.